так всем здравствуйте сегодня у нас все так трясется и дружит честно говоря немножко так-то подмерзаю ладно я встану к костерку есть и нудисты сделали большой костер такой немножко подогреться закат такой фантастический покажу сразу окрестностей здесь я один остался кстати как бы так там две собаки таких какие-то борзые и тонкие собаки борзые вокруг золотая осень прям такой фантастический вид честно сказать немножко ну прохладно факта я как сказать ой все снимаю солнце у нас здесь такой был дискуссионный замес с нудистами что самое интересное вот почему-то нудисты они частенько таких либеральных взглядов придерживаются частенько ну типа люди там за свободу как слышали что такое свобода но не знают где она но это так это уже так они про это они думают что они думают что они знают там на западе свобода и так далее но как бы но это не точно как говорит фантастический закат тут что самое интересное сейчас надо зафиксировать что с этого места где вот так сказать второй нудистский пляж который не в кустах солнце садится еще до острова вот сейчас мы видим зафиксируем этот момент зимой кстати солнце садится в остров практически остров вон там центрального пляжа сейчас она пока садится вон там сейчас уже день стал длиннее кору так ну уже наверное короче 22 то сегодня 20 и какое 28 получается уже наверное даже скажем так физически потому что там рефракция вот это за счет того что преломление лучей и так далее то сейчас уже наверное как бы почти вровень наверное уже день ночью ну вот у нас короче здесь такой замес был с этими нудистами дискуссия такая то есть вот такой вопрос а все последние лучи последние лучики солнца та 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 все 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 солнце исчезло до свидания солнце у меня очень хороший был день вот 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 этот нудист один один из нудистов он такой ну в принципе парень такой довольно крепкий но он такой голый крепкий парень такой волосинками волосинками шерсти нормальный парень я имею ввиду парень нормальный никаких таких но вот вопрос такой от него был что что-то типа что такое либерализм ну я то есть пришел тебя начал объяснять что такое либерализм то есть делать дело в том что я очень хорошо понимаю что ты этих людей не переубедишь то есть люди которые жили многие годы в этом состоянии скажем так в понимании того что российская точка зрения путин плохой а запад он видите ли хороший вы не можете это изменить вообще не факт что до конца жизни он изменит свое мировоззрение то есть это надо учитывать кстати я думаю что это кстати учитывают надеюсь думаю ну так вот и человек вот меня несколько раз спросил что такое либерализм я ему сразу задавал вопрос либерализм в общем или либерализм в россии потому что это две очень разных вещей ну то есть все же понимают что такое либерализм ну то есть это там свободы определенные когда человек это кстати относится либерализм он связан либерали либеральная идеология она связана вообще с рыночной экономикой то есть это вот это вот возможность человека создавать свой бизнес вести зарабатывать деньги свободно и при этом там ничего еще в либерализм входит ну то есть либерализм связан в основном со свободой когда ты можешь там говорить все что хочешь свобода веры веры вероисповедания ну это так вспоминаю просто какие-то понятия что человек это ну да я сейчас так пытаюсь вспоминать что-то обосновать я это ему не говорил мы по поводу россии разговаривали но в принципе либерализм связан с тем что у человека есть свободы вот он такой индивидуальный индивид скажем так который там ценен сам по себе у которого есть права определенные индивидуальные все завязано опять же на на понятиях свободы именно индивидуальной свободы то есть но это я так не определение можно посмотреть всегда и так далее вот по поводу либерализма в россии здесь вот реально был такой замес что самое интересное вот в этот раз я как-то более-менее выдержал вот этот на как-то них а двое было я по один я не каким-то образом я считаю что я выдержал вот этот наказ на меня потому что знаете вот когда против тебя два человека всегда это всегда сложнее скажем так ну в силу каких-то психологических вещей потому что это один общество против себя ну далеко не каждый человек может скажем так противоречить обществе так вот я короче объяснял что либерализм в россии к сожалению он выродился он выродился в либерализм именно который поддерживает западную точку зрения а в чем западная точка зрения был вопрос западная точка зрения в чем в том что путин плохой что государство плохое ну то есть как бы почему он плохой ну потому что он скажем так вот понимаете в чем проблема вот на этот вопрос самом-то деле нужен какой-то довольно таки детальный развернутый ответ вот почему почему путин плохой ну потому что ну я я ему тоже сказал что я не буду вот объяснять что там вопрос был почему началась война в Течне там был ответ от одного историка что война в Течне это началась из-за того что там произошло столкновение элит российских и западных и в итоге там в общем в Течне была необходимая нефть для того чтобы ее смешивать там там я не помню или легкая по моему легкая нефть которая была необходима для доведения до кондиции нашей нефти другой и такой стратегический был ресурс и в итоге там войну это начали самом-то деле там был казус бели как минимум вторжение в Дагестан если так поэтому я не знаю ну ладно я говорю что вот черно-белое мышление здесь вообще не работает оно очень неконструктивно и неправильно ты не можешь все это судить вот в таком смысле вот для меня очевидно было что если надо было вопрос решать я что на нее перекинулся мы с либерализм вообще начали ну так вот ну то есть меня пытались загрузить тем что да вот либерализм в России что значит да ну в общем то вещи то известны и очевидны что либерализм в России он был связан к сожалению он действительно выродил выродился во что то что вот эти либералы они практически кормились за счет западных фондов западных спецслужб различных западных организаций скажем так ну типичный пример это фонд форота про который все знают вот и если мне дрожит не обращать внимание просто я немножко здесь замерзл немножко немножко в шортов хотя и пытаюсь там как-то на дыму подсогреться ну вот к сожалению вот эти либералы вот там очень странная тема вот с этими либералами с одной стороны там люди которые конечно являются агентами западными потому что ну допустим у них там образование какое-нибудь из американского вуза а там это отдельная тема по поводу того как они клепали в Америке скажем так лояльных Америке американскому мнению людей в России там реально шел такой процесс я просто сам это видел я жил в 90-е годы и в 80-е годы то есть у нас тут была школа 130 в Академгородке английская туда куча народу оттуда ездила в семье из школы ну школьники в семье американские и конечно люди были очень проамериканские то есть там ребята у нас были на мехмате когда мы учились я там прям прям такие ребята им понравился паскетбол очень сильно понимаете эти все вещи это все какие-то вот такие технологии социальные которые к сожалению люди даже о них не подозревают вот это вот это вот как бы обидно скажем так потому что ну ребят вон там самолет вот эти потому что он вот к сожалению вот мир он не так простен и не так положительный там не знаю честен как это хотелось бы как это многие люди видят то есть там столько манипуляций что ну это пипец и когда ты это понимаешь так как-то по-другому на все это смотришь то есть мы мы как это сказать то вот эти все агенты и так далее то есть то есть я имею ввиду что либералы с одной стороны они подкармливались западными фондами сидели на западных деньгах и с другой стороны еще такая вторая второй важный фактор они реально верили западный образ жизни в западную идеологию единственный вопрос что они считали вот про россию что россия она какая-то неграмотная там варварская страна или чё вот как бы потому что я только что с этими нудистами разговаривал и там прям прошло то что да вот народ у нас такой вот такой вот народ глупый путинисты и так далее то есть как бы народ понимаете вот а я им сказал знаете вот народ как раз которому путин то сейчас обращен он как раз за путина ну и там конечно про народ было сказано такие ласковые слова скажем так я начал давить на 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 дискриминацию что ребята а как вы вообще так вот дискриминируете людей вообще говоря это противоречит той же самой либеральной идеи о том что каждый человек там что-то выбирает и так далее ну естественно они не стали на это ничего не обосновывать ничего хотя это снова возвращался к этому вопросу не минуты как-то так начинали свое говорит там другое там другое то есть очень интересно что люди когда какая-то такая критическая какие-то критическое скажем так возникает тем они начинают все перекидывать на какую-то друг другие вещи то есть они хотят обсуждать они хотят быть честными там с собой тем что о чем речь вообще идет и как бы и поэтому не очень красиво я уже немножко поднимет все пошли эти ребята собаками я раньше вообще не представлял что то жизнь настолько сложна настолько манипуляции вот запад это сволочек просто нацистские ну чё они творят реально и понимаете вот то что сейчас красиво очень многие начали обращаться просто посмотрите сколько стран последнее время обратились заявлением с вступлением в брик как вы думаете чем-то с китаем с бразилием или или с россией именно позиция россии как чутом конечно россия не изгой совсем россия становится таким антизападным таким главным актором лидером который который как бы еще покажет себя честно говоря вот я не могу сказать что я люблю запад в том смысле что да там это есть они живут хорошо но надо понимать что что любая страна которая живет хорошо а в это время другие там можно что других стран живет хуже но это так логически это рациональный вопрос ладно все буду заканчивать растет снова по мыслям у меня слезы текут из-за дыма и вообще все всем мира добра вот честно говоря блин как же жизнь сложна то есть хотел как бы а кстати я еще хочу чуть-чуть у меня такие говорят слышать вот если бы здесь было 20 женщин красивых симпатичных и тебе предложили либо тело с этими женщинами не знаю чё но это неважно или ты откажешься от твоих убеждений чтобы ты уверен сказал ребят мы конечно бы выбрал женщин эти убеждения они что я никто здесь я не никак ни на кого не влияют я не политический лидер там никто а женщины вот они как бы вот эта женщина и так далее то есть я уже могу добавить они могут сделать 20 женщин сколько детей они могут сделать это неважно так вот такая тема ребят это кстати если кто-то меня опять же может заподозрить там вне патриотизма и так далее я опять же берут чисто такой вывернутый случай когда берут да вот этих случаях когда это во-первых это нереальное предложение и оно никак не относится естественно к моей патриотической точке зрения и мировоззрения потому что потому что ситуация это нереально с одной стороны с другой стороны даже если ты будешь иметь и 20 женщин у тебя мировоззрение мировоззрение ты можешь от него отказаться но не факт что он поменяет факт что он не поменяет не так ладно всем пока